Здравствуйте, мои любознательные телезрители! В эфире очередной выпуск занимательной и познавательной передачи Культ Просвет. Как обычно, я, Екатерина Старосветская, постараюсь дать вам очередную порцию новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь, будет интересно! Сегодня я хочу поговорить с вами об искреннем, самобытном и настоящем поэте Серебряного века Сергею Есенине. В этом году наша страна отмечает 120-летие со дня его рождения. Хотя у великих поэтов есть только одна дата жизни, дата рождения их неповторимого таланта. Пять лет назад, в конце мая, ранним утром от привокзальной площади станции Одинцова в сторону Рязанской области отправились два комфортабельных автобуса. Работники Одинцовских библиотек при поддержке администрации города решили отметить свой профессиональный праздник в селе Константиново на родине Сергея Есенина. Воспользовавшись приглашением в автобусную экскурсию отправилась и наша съемочная группа. Вашему вниманию фрагменты документальных кадров из архива нашей телекомпании. Поездка в березовый край России на родину одного из самых проникновенных лириков для Одинцовских библиотекарей первая. Но встреча в Константиново в рамках празднования Общероссийского дня библиотек для лоцманов книжных морей стала традицией. Мы уже где только не были в Московской области. Вот сегодня мы приехали к Сергею Есенину, к Константиново. В прошлом году мы были в Александровской Слободе, в позапрошлом году в Коломне. Мы были в Абрамцево, Поленово, Мураново, Шахматово, Царицыно. После месяцев работы работникам книжных храмов в библиотек хочется вырваться на простор за духовной пищей, новыми знаниями и документальными исследованиями. Кажется, про Сергея Есенина они знают все, но с историей издания первой книги не знакомы. Оказывается, в 17 лет Есенин отправился в Петербург к Александру Блоку за советом. Дома его не застает и пишет записку. «Александр Александрович, хотел бы поговорить с вами, вы меня не знаете». Встреча состоялась 4 часа, как просил Сергей в записке. Блок был потрясен талантом крестьянского юноши, его ярким, чистым, голосистым языком. Он пишет рекомендательное письмо издателям. Так появляется первая книга стихов под названием «Радуница». Настоящим открытием после 4-х часового культурного похода для работников библиотечного дела стал тот факт, что экскурсовод группы – родственница поэта. Моя бабушка была двоюродной сестрой Есенина Анна Ивановна Власова. Она тоже урожденная Есенина, она была дочерью Ивана Никитича Есенина. Моё любимое стихотворение из творчества Есенина – это письмо женщине. «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», – повествует в нём автор. Каждое стихотворение Есенина – это целая исповедь. Всё, о чём он писал, глубоко волнует каждого из нас и сегодня. Из далёких 20-х годов поэт незримо шагнул в наши дни и даже дальше, в будущее. И я хочу прямо сейчас в рубрике «Welcome to Russia» отправиться с вами на литературный вечер в культурно-досуговый центр «Молодёжный». Там любят, вспоминают и чтят память Сергея Есенина не только в юбилейные даты, а каждый год. Итак, добро пожаловать! Тёплый приглушённый свет на крахмалиной скатерть, самовар и портреты юноши с воодушевлённым лицом. Это Сергей Есенин – настоящий, искренний и самобытный поэт. На сцене культурно-досугового центра «Молодёжный» постарались воссоздать образ советской оживлённой коммуналки, где каждый может встать посреди главной комнаты и прочесть любимое стихотворение. Пусть твои полозакрыты очи, и ты думаешь о чём-нибудь своём. Я ведь сам люблю тебя не очень, утопая тайным драгон. Любой творческий вечер здесь проходит в такой камерной и душевной атмосфере. В праздничную программу вошли не только литературные и музыкальные номера, но и театрализованные мини-спектакли, в которых актёры исполнили роли восточной красавицы Шигане и самого Сергея Есенина. Этот светловолосый юноша с пылким сердцем похож на поэта, как две капли воды. Максим Терещенко также участвует и в районных конкурсах. Максим Терещенко Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сомнище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком? Не знали вы, что я в сплошном дыму, разворочённом бурей, не быть от того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас срок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояние, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля-корабль! На этом концерте очень часто говорилось о Есенине, как о хулигане, но я всё равно считаю, что можно поделить его жизнь на две части. Если бы он жил в другое время, он бы творил, он бы наверняка прожил гораздо более долгую жизнь, его творчество сложилось бы совершенно иным образом. Для меня Есенин очень способный, очень интересный, практически самый лучший поэт. Для меня его творчество очень близко. Я проникся его жизнью. Можно сходить в музеи, можно смотреть фотографии, сейчас очень много информации. Сергей Есенин пронзительно тонко чувствовал время и всегда точно находил нужные слова, чтобы первым встретить весну, признаться в любви, отозваться на общую народную боль или радость. Революция, любовь к матери, прекрасные женщины, родные просторы и вечные поиски справедливости. Вот ключевые темы, которые будоражили душу поэта. Выткался над озером Алый цвет зари На бору со звонами Плачут глухари Плачет где-то и волга Скоронясь в дупла Только мне не плачется На душе светло Плачет где-то и волга Скоронясь в дупло Только мне не плачется На душе светло Выйду ночью и сдаму За кольцо дорог Сядем в копны свежие Под соседний стог Зацелую до пьяна И за мною как свет Хмельному От радости Пересу Только дома в родном селе Константинова Поэт по-настоящему отдыхал душой Не случайно его самые нежные строки Посвящены матери и родному краю Ты жива еще моя старушка Жив и я Привет тебе, привет Пусть сияет над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет Пишут мне, что ты-то я тревогу Загрустила шибко обо мне Что ты часто ходишь на дорогу В старомодном ветхом шашуне И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то же Будто кто-то мне в кабацкой драке Садану под сердце финский нож Ничего, родная Успокойся Это только тягостная бредь Не такой же горький я пропоется Чтоб тебя, не видя, умереть Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том Чтоб скорее от тоски мятежной Воротиться в низенький наш дом Я вернусь, когда раскинет ветви По весеннему наш белый сад Только ты уж на рассвете Не буди меня, как восемь лет назад Не буди того, что отмечталось И волнуй того, что не сбылось Слишком раннюю утрату и усталость Испытать мне в жизни привелось И молиться не учи меня Не надо К старому возврата больше нет Ты одна мне, помощь и отрада Ты одна, мой несказанный свет Так забудь же про свою тревогу Не грусти так шибко обо мне Не ходи так часто на дорогу В старомодном ветхом шашине До сих пор остается неразгаданной Тайной гибели поэта Основная версия самоубийства Но некоторые исследователи биографии Есенина Выдвигают и другое смелое предположение Убийство на политической почве Гриф секретности с этого запутанного дела Снимут лишь в 2025 году Я хочу вам сказать честно Что вы полюбили Есенина Так же искренне, как любим его мы Потому что это удивительная личность Гениальный поэт Прекрасный искренний человек Оболганный, обувранный О котором говорили Лежал в клинике психологической О чем мы знали, что Ганочкина Его положили специально Чтобы скрыть от слежки Он был неудобен партии Но он старался Ему помогали Многие помогали Он был очень искренним Он был очень доверчивым И поверьте мне, что Вот эта любовь, которую он передал К родному краю нам Она будет с нами на долгие-долгие годы Я не верю, что он ушел из жизни сам Этому не верите и вы Так было надо К тому времени Сколько он хорошего мог бы еще сделать Сколько написать Но все мы ходим под Богом Мы любим Есенина Мы верим в то, что Его творчество будет жить Долгие годы Мы очень-очень благодарны За то, что у нас есть возможность Сегодня встретиться с вами Все, кто любит его так же, как мы Мы его пронесем и передадим Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы очень довольны. Обстановка шикарная. Есенина люблю. И пою, и читаю. Но просто не было готово. Большое спасибо всем организаторам, кто проводил это мероприятие. Было тепло. Но несмотря на такую погоду, как бы на улице не особо хорошую, но не в этом дело. Дело в душевности, дело в нашем великом Есенине. Воспоминания приятные о нем. И вообще все прекрасно. Я, честно говоря, в восторге от того, что у нас масса, масса талантов, которые как-то вот все-таки выплескивают свою потрясающую энергию наружу. Вот это вот добро, вот эта вот ласка к нашей земле, ласка к своим согражданам. Меня это очень тронуло. Я вот сидела и думала, когда я последний раз открывала книгу Есенина. Но, к сожалению, достаточно давно. Но в тот момент у меня был такой период жизни, когда я перечитала очень много. То, чего на сегодняшний день не хватает, не хватает всем, не хватает молодежи, не хватает таким, как я. Этого нет. Сергей Есенин был великим поэтом и неоднозначной личностью. Голубоглазый красавец, любимец женщин и баловень судьбы. Все это говорили про него. Великий русский поэт, как никто другой, чувствовал многозначность, мелодику и глубину русского слова. Он не представлял свое творчество вне России, за пределами своей родины. А сейчас вашему вниманию в рубрике «На заметку» я хочу представить круг женщин, которые его окружали, поддерживали и вдохновляли на протяжении недолгой, но очень насыщенной жизни. Голубоглазый красавец, любимец женщин и баловень судьбы. Голубоглазый красавец, любимец женщин и баловень судьбы. Голубоглазый красавец, любимец женщин и баловень судьбы. Голубоглазый красавец, любимец женщин и баловень судьба. Про любовь Может быть, я выйду на прогулку И с тобой встретимся мы вновь И ничто души не потревожит И ничто ее не бросит в дрожь Кто любил, уж тот любить не может Кто сгорел, того не подожжешь Женщин, любивших его, было много, а настоящей любви мало Сам Есенин объяснял это так Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, выше любой женщины И что я ни за какие ласки и ни за какую любовь не променяю Это искусство В конце культ просвета, как всегда, хочу пожелать вам всего самого доброго и радостного Пусть в вашей душе всегда царит дух неиссякаемого творчества И каждый день будет непременно лучше предыдущего Ведь главные творцы своего счастья это мы сами Торжественно напоминаю, что этот год в нашей стране объявлен годом литературы А это лишний повод почитать на досуге нашу великую отечественную классику На посту культурного просвещения населения стояла я, Екатерина Старосветская Всего вам доброго и следите за нашим эфиром